Почему не звонит Пекин, мы далее обсудим с Тарасом Загородним, известный политехнолог, присоединяется к нашему эфиру. Тарас, здравствуйте. Тарас, приветствуем. Да, здравствуйте. Как вы считаете, анонсированный прессой, что важно, ранее, звонок Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому, вот то, что он до сих пор не состоялся, это положительный сигнал для Киева или нет? Ну, смотрите, тут, как ни странно, этот звонок больше нужен Китаю, чем Киеву. Поэтому, да, потому что у нас есть четкие наши союзники, которые нас поддерживают. Китай, кстати, у нас тоже вот ошибочное, достаточное мнение, что Китай, Украине враг. Ну, не враг Украине, Китай. Китай думает о своих интересах и хочу напомнить всем, кто чуть ли не там давайте разрывать дипломатические отношения, кричать на Китай, что большинство беспилотников, которые волонтеры завозят в нашу страну, комплектующие, они являются и есть китайского производства. И Китай ничего не делает для того, чтобы ограничить экспорт в нашу страну беспилотников, тех же вот знаменитых «Мавиков», которые используют на фронте. Они ничего не предпринимают для того, чтобы они все-таки присутствовали в Украине. Поэтому давайте тоже смотреть на ситуацию не в черно-белом свете. У нас, к сожалению, преобладает вот такое черно-белое видение ситуации. Нет, в действительности все намного сложнее. И у Китая задача, главная их задача, это чтобы в России была стабильной страной для их интересов. И что при смете власти в России новое правительство России не смогло остановить процесс экономического поглощения Китая и России и не могло отвертеться от того, что уже делает Путин. А касаемо войны, ну с ними нужно разговаривать, потому что пока в Китае преобладает понимание войны в Украине как войны страны против своей, ну как России, против бунтующей провинции, а не как против суверенной страны. Поэтому Китаю нужно об этом говорить, вспоминать, что они являются гарантами Будапештского меморандума, в том числе, которые они, кстати, подтвердили в 13-м году во время визита Януковича в Китай. Вот. И как бы напоминать, что их позиция всегда была целостно стран и их суверенитет. А касаемо почему сейчас Китай не звонит, ну я думаю, что не так гладко прошел визит в Россию, как нам тоже со стороны кажется, я считаю, что вот как раз вот заявление Путина о том, что мы начинаем переводить ядерное оружие в Беларусь, это как раз говорит о том, что никаких особых договоренностей нет, особенно по военной поддержке Российской Федерации. И китайцы, я думаю, просто не хотят позориться. Потому что если они не уверены в том, что Путин настолько вменяемый, что вообще можно вступать в вот этот вот диалог и быть миротворцем. Они же хотят какую-то миротворческую миссию продемонстрировать, что они способны это сделать. А тут как бы есть невменяемый Путин, ну позвонит он, например, в Киев, заявит, что вот такое-то, такое-то, а Путин скажет, что это так не есть. Тем более, что вопрос ядерного оружия, его применение очень беспокоит Китай. Тем более, что во время визита там тоже обозначалось, что ни о каком нарушении договора о нераспространении ядерного оружия речи быть не может. А Россия фактически плюнула сейчас в лицо Китая, заявив о том, что она сам лично будет заниматься как раз нарушением этого договора, когда они будут размещать оружие в неядерной стране. Там же еще более глубокие есть риски. Риски для Китая в том, что Россия, прижатая к стенке, может передать ядерное оружие Ирану. А Иран может устроить войну на Ближнем Востоке. И в результате пострадает в том числе Китай, потому что у него там интересы, Ближний Восток поставляет ему нефть. Поэтому ситуация не такая линейная, как кажется, со стороны. И мы должны все-таки понимать, что с Китаем нужно разговаривать, ну не враги, а не нам. Они преследуют свои интересы. Ну вот Эрдоган, например. Эрдоган, вот президент Турции. Он и оружие Украине дает и сильно помогает. И выкачивает весь ресурс, который только возможно с России. Частично озвучивая какие-то тезисы. Но мы же не считаем, что Эрдоган полностью ведет политику в интересах России. Нет, он ведет политику в интересах Турции, потому что он является президентом Турции. Так же, как и Си Цзиньпинь является главой Китая. Окей, но в таком случае, уже по истечении определенного времени после встречи Си Цзиньпина и Путина, чем все-таки была эта встреча? Какую важность она несет для каждого из них? И для Си, и для Пу? Особенно в контексте заявления Джо Байдена по этой встрече. Да, я просто процитирую для наших зрителей. Байден заявил следующее. Я не отношусь к Китаю легкомысленно. Я не воспринимаю Россию легкомысленно. Но я думаю, что мы сильно преувеличиваем это, это, значимость этой встречи. Ну, там, смотрите, опять же, Си приехал зафиксировать свою позицию в отношении вообще России. То есть, Китаю нужна нефть российская, газ российский. Желательно, чтобы они еще построили сами газопроводы для того, чтобы экспортировать в Китай. В принципе, Путин это обещал сделать. То есть, Китай, все-таки, я думаю, он понимает, что риск военного столкновения с Соединенными Штатами становится все более и более вероятным по разным причинам. Ну и плюс соседи еще недовольны тоже Китаем. Поэтому Китаю стратегически важно иметь независимые источники нефти и газа, которые не идут по морским путям. Сейчас в основном нефть, газ поступают как раз через Южно-Китайское море, с Ближнего Востока. А это в случае конфликта с Соединенными Штатами Америки и его союзниками, их союзниками. Нефть, газ просто перестанет поступать в Китай. Поэтому это первое, что там они делают. Дальше. Если вы видели, что они, Путин пообещал, Путин пообещал перейти на торговлю в юанях с третьими странами, не только с Китаем. То есть они за счет России продвигают свои экономические интересы. Дальше. Там Китай фактически заходит в этот проект северного морского пути через Антарктиду. Это тоже контроль торговых путей. То есть они, опять же, Китай хочет видеть стабильность их интереса по поглощению пользы и слабостью России сейчас, что их интересы всегда будут исполняться. А касаемо Украины, касаемо Украины, ну, я не вижу вот такой вот заинтересований. Китаю, в принципе, индифферентно, как будет заканчиваться война. Либо победой Украины, либо фиксацией той позиции, которая сейчас есть. Потому что, в принципе, от них это далеко. И это, в принципе, для них большого такого глобального интереса не представляет. Но, как я вам говорю, с Китаем нужно говорить, потому что куда будет колебаться китайское руководство, тоже очень много зависит, потому что они себя позиционируют как независимый центр так называемого глобального юга, который выстраивается против глобального севера. Это развитые страны J7 и так далее. Поэтому паниковать не стоит. Опять же, еще раз говорю, Китай, многое из военных технологий, особенно дроны, они не запрещают экспорты в Украину, никак не ограничивают. Это очень важный момент, о котором мы всегда должны помнить. Зачем Путин заговорил о том, что у них нет с Китаем никакого военного союза? До встречи с Си Цзиньпиним они этим бравировали и шантажировали весь мир, что это сотрудничество будет. И ему первому невыгодно говорить, что не получилось Си Цзиньпина склонить на свою сторону. Так это позиция китайцев. Это китайцы заставили россиян, что нет никакого военного союза. О каких военных союзах вы говорите? Китай не хочет брать никаких на себя обязательств. Зачем ему Россия как военный союзник? Они-то понимают нестабильность Путина. Ну, смотрите, они там, например, ты становишься союзником, а у Путина что-то там в голове перемкнет, и он сделает что-то такое. Неответственность будет нести в том числе Китай. Это первое. И второе. Китай же, он же выстраивает политику как антизападную. Они показывают, что мы вот не такие. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки сейчас активно строят аналог НАТО в Азии. Это Япония, Тайвань, Южная Корея, Австралия, Филиппины, скорее всего, в это войдут. И Вьетнам, скорее всего. То есть они хотят обложить Китай со всех сторон. Тоже выстроить такую же систему безопасности, как в Европе. А НАТО все-таки при всех его недостатках показало свою стабильность и работоспособность на протяжении 70 лет. Поэтому Китай говорит, ну вот мы блоки не строим. Ну, в принципе, для Китая не нужно строить блоки. Он сам достаточно самодостаточный. Но они там, в принципе, выстраивают отношения по другим каналам. В первую очередь через экономическую зависимость стран. И там есть другие организации, через которые Китай, в принципе, строит свои отношения. Например, ШОС есть такая, Шанхайская организация сотрудничества. Это фактически легальный инструмент поглощения Средней Азии и Китая. Поэтому там у них и так достаточно инструментариев. Но вот это то, что вы говорите, это принципиальная позиция Китая. Что не надо вот нас втягивать. Мы не являемся никакими военными союзниками. Ну, в принципе, Россия для Китая не является военным союзником. Они сами по себе. Но они, опять же, четко эту формулировку во время брифинга заставили Путина сказать, для того, чтобы не было никаких иллюзий в отношении того, что Китай будет давать какие-то союзнические обязательства в отношении России. Ну, кто знает, возможно, не заставят Путина сказать, что он передумал передавать Белоруссии ядерное оружие. Парас, тут интересно. Скажите, пожалуйста. Так не будет. Окей. А если у Китая такое влияние на Путина, может ли Китай, например, заставить Российскую Федерацию прекратить войну, остановить ее? Гипотетически, да. А вот это они делать, скорее всего, не будут. Они будут... Ну, это вопрос, опять же, насколько это будет выгодно Китаю. В принципе, Китаю дальнейшая война, чем дальше грузнит Россия, чем быстрее она уничтожает свою армию, чем быстрее уходит с рынков сбыта, тем больше она будет распродавать своих территорий под видом концессии. Это, в принципе, Китай все устраивает. Поэтому я пока не вижу особого желания Китая заставлять именно Путина прекращать войну. По крайней мере, не вижу особой выгоды у них. Но теоретически это возможно, но при новом уже руководстве. Но, опять же, в России имеется в виду. Потому что, опять же, главный интерес Китая, это чтобы следующее правительство, либо глава государства не вылезла из того капкана, в который завел Россию Путин. Не вылезла с обязательств в отношении Китая. Это главная их стратегема. А все остальное, это, в принципе, для них вопрос войны в Украине, это второстепенно. Это точно не особо... Если получится быть миротворцем, сказать, что мы остановили войну, ну и хорошо, ну и отлично. Не получится, ну ладно, мы все равно там получаем Россию, как бы в данный момент это не получилось. Но мы должны понимать, что Китай все-таки заинтересован в Украине. Им интересна Украина, как транзитная страна, как ворота в Европу, как и Беларусь, кстати. Вот вся восточная Европа. Плюс китайцы понимают, что Украина будет очень сильно влиять на Россию. После нашей победы особенно. То есть то, что будет от активности Украины, многое будет происходить в Москве. Поэтому они будут... А Москва для них стратегически важный регион. И поэтому они будут выстраивать отношения с Украиной. Они, в принципе, вот в этом пункте, двина, так называемого мирного планета, в принципе, указали, что их интересует. Их интересует аграрная продукция. Их интересуют производственные цепочки. И Китай хочет участвовать в восстановлении Украины. То есть это тоже вот тот интерес, который существует. Его нужно тоже эксплуатировать. Тарас, спасибо большое. Спасибо за оценку ситуации, за комментарии. Тарас Загородний, политтехнолог, был с нами на прямой связи.